Черные ящики потерпевшего крушения в Кызлородинской области вертолета Ми-8 найдены. Их изучением занимается Госкомиссия, в составе которой есть и представители завода, где производили капитальный ремонт воздушного судна. Об этом на брифинге СЦК сообщил командующий ВВС страны генерал-майор Даурен Кусанов. По его словам, потерпевший крушение вертолет 1988 года выпуска был технически исправен. После капремонта имел ресурс в 2000 часов налета. До происшествия Ми-8 налетал меньше половины. В день трагедии, по рассказам очевидцев, экипаж до последнего уводил вертолет, чтобы не допустить разрушения на земле. Напомню, по факту крушения, в котором погибли 13 военнослужащих, возбуждено уголовное дело. На сегодня рассматриваются три возможные причины инцидента. Проводится расследование Государственной комиссии. Все вопросы пока не снимаем. Это отказ техники, человеческий фактор и метеорологические условия. На сегодняшний день, пока идет расследование Государственной комиссии, эксплуатация вертолетов типа Ми-8 приостановлены. Также проходят они сейчас, в течение недели, все проверку, техническую проверку. Спасибо. Спасибо.